Паралич власти, воли – это первый шаг к полной деградации и забвению. Вот он, главный страх российского президента. То, чего больше всего боится кровавый диктатор – забвение. Войдя на вершину власти, вкусив все прелести вседозволенности и безнаказанности, Путин изо всех сил стремится доказать миру собственную значимость. Войти в историю как победитель и вершитель судеб мира, собиратель земель и покоритель народов. Казалось, ему все сойдет с рук, все можно, но в итоге могущественный властелин колец, похоже, разделит судьбу пресловутой русской старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Украинцы вместе с союзниками разрушили миф о непобедимости второй армии мира, опровергли лживые тезисы кремлевской пропаганды и показали истинное лицо великой русской культуры. В результате социологический опрос, проведенный американским пьюцентром в 18 странах мира, показал – 90% опрошенных осуждают действия российского президента. Это максимальный показатель за все 20 лет проведения опросов. Фактически Путин оказался в изоляции. Мировые средства массовой информации отмечали – даже так называемые друзья Путину не рады. На совместном фотографировании от него демонстративно отстраняются даже те, кого в Кремле считают союзниками. Президент Турции нарочито опоздал на протокольную видеосъемку. А Александр Лукашенко неожиданно для журналистов разоткровенничался. Ну вы знаете, мы вдвоем со-агрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор – кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. На Западе теперь уже в открытую рассуждают о том, что ждет Россию после Путина. В одной организации, в которой я раньше работал, говорили – адреса, явки, фамилии, давайте, где это все? В действующей Российской Конституции способ передачи власти определен точно. Во всех случаях, когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства Российской Федерации. Статья 92, часть 3. В настоящее время председателем правительства является Михаил Мишустин. Михаил Владимирович Мишустин – молод, ему всего 56 лет, амбициозен. По образованию – инженер, по увлечению – хоккеист, по уму – классический исполнитель без всякой фантазии. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить. На пост премьера предложен лично Владимиром Путиным. Родился будущий премьер в 1966 году в подмосковной Лобне. Отец работал в службе безопасности Шереметьево. Мать здесь же, в аэропорту, трудилась медсестрой. В армии не служил, закончил московский станкоинструментальный институт, а в 90-х годах с головой окунулся в торговлю компьютерами. Впрочем, настоящим бизнесменом Мишустин стал позже, когда в 1998-м Поблату стал замом начальника госналогслужбы. Ситуация с налогами в России конца 90-х была удручающая. Во многих инспекциях не то что компьютеров, обычных калькуляторов в глаза не видели. Завышая во много раз стоимость ввозимой из-за границы техники и программного обеспечения, Мишустин стал очень обеспеченным человеком. Уважение страны в целом. Уважение на разном базируется, правда? Абсолютно точно. А как измерить-то? Опираясь на расследование оппозиции, начиная с 2000-х, Мишустин начал скупать элитную недвижимость. Сейчас у него таковой, со слов Алексея Навального, на 3 миллиарда рублей. Есть еще и жена Мишустина, получившая за последние годы официального дохода 800 миллионов рублей. И никто ничего не знает ни о каком ее бизнесе. Откуда эти миллионы берутся? Ну, оттуда же очевидно, откуда квартира у ее детей. Став руководителем налоговой службы России, Мишустин, по сути, задавил налогами малый и средний бизнес. Но в глазах хозяина Кремля он выглядел молодцом. Количество собранных налогов возросло в 36 раз. Начиная с января 2020-го, Михаил Мишустин просто взлетел по карьерной лестнице, став премьер-министром России. О том, что Путин затевает полномасштабную войну с Украиной, Мишустин якобы не знал. Некоторые источники из кремлевского окружения отмечали. Премьер-министр, всегда любящий пиар, вдруг потерялся. Пропал из телевизора. Войну называл внешним вызовом. Спецоперацию в Украине публично не поддерживал, но и Путину не перечил. Прекрасно понимая, перечить диктатору означает стать политическим самоубийцей. Как отметил президент, 2022-й был годом судьбоносных событий, которые закладывают основу нашего общего будущего. Не так давно влиятельное американское издание The Wall Street Journal опубликовало очень интересный слив из Кремля о правой руке российского диктатора Сергея Кириенко. Согласно полученной информации, в высших эшелонах власти в Российской Федерации уже идет ожесточенная борьба за кресло Владимира Путина. Вот прямая речь из совершенно секретного, закрытого заседания. «Главная война, которая происходит прямо сейчас, это война за умы людей», сказал Сергей Кириенко, правая рука Путина, отвечающая за внутреннюю и внешнюю, то есть украинскую политику государства. «Уважаемые коллеги, я должен выполнить поручение президента и представить вновь назначенного директора Федеральной службы безопасности Владимира Владимировича Путина. Указ подписан Борису Николаевичу в субботу». Сергей Владимирович Кириенко, 60 лет, настоящая фамилия, по отцу – израитель. Но после развода мать дала сыну свою, украинскую фамилию Кириенко. Отец Сергея, нужно отметить, был личностью легендарной. Доктор философских наук, политолог, автор нескольких методик, как победить на выборах. Самым ценным в методиках было «неважно, как проголосуют, важно, как подсчитают голоса». «Слово «электорат» мне не нравится, ничего не объясняющее слово». Интересно, что именно Сергей Кириенко отвечал за победу Путина на выборах 2018 года. Тогда нынешний президент России получил 76,7% голосов, а явка была рекордно высокой. «Путин». 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 Но начинал Кириенко свой путь с бизнеса в 90-х. После окончания Горьковского института водного транспорта, а его папа именно там возглавлял кафедру философии, Сергей Владиленович организовал фирму, которая торговала обувью, кукурузными хлопьями и прочим шарпотребом. Позднее было организовано производство лотереи «Вовремя остановись». Впрочем, настоящие деньги пришли Кириенко, когда он возглавил один из нижегородских банков. Задерживая деньги пенсионеров, банк прокручивал миллионы рублей. Когда Кириенко переезжал в Москву, банк задолжал пенсионерам и государству 540 миллионов рублей. Интересный факт. В 1984 году Сергей Кириенко проходил воинскую службу в ПВО под Николаевым. Говорят, теперь именно он является куратором отношений российской власти с ДНР и ЛНР. Правильные люди в правильном месте способны решить любую задачу. Неправильный человек в неправильном месте способен провалить любую задачу. В июле 2022 замглавы администрации президента Путина побывал в Херсонской области, где чуть не попал под ракетный обстрел. Именно Кириенко был куратором и организатором псевдореферендумов, прошедших на территориях оккупированных областей Украины – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А с наступлением холодов именно Кириенко стал главным идеологом уничтожения украинской энергетической инфраструктуры. Он, как бывший руководитель Росатома, прекрасно разбирается в энергетике и четко знает, куда бить, чтобы заморозить украинцев. Мы стараемся не посрамить то, что создали основатели отрасли. На переговоры с Западом и с Украиной Кириенко, по прогнозам аналитиков, не пойдет. Победит ли он на выборах, если Путин доживет до 2024 года? Вряд ли. А вам нравится заниматься политикой? Нет. Зачем же вы занимаетесь? А какой выход? В истории современной России на самом деле нет примера успешного военного переворота. Однако было бы ошибкой исключать возможность свержения Путина в результате вооруженного заговора военных. Сергей Кожугетович Шойгу. 67 лет. Его отец был тувинцем, мать – украинкой. По образованию инженер-строитель. Начинал карьеру госслужащего в МЧС. Хотя даже в армии не служил. То место, где я родился, вошло в состав Советского Союза последним. Последний год войны, в 1944 году. Приехала большая бригада выдавать паспорта. А рот очень большой. И весь рот носит фамилию Кожугет. И вот когда дошло дело до 265-го, им оказался как раз мой отец. И тогда товарищ из МКВД ему говорит, слушай, хватит уже Кожугетов, тебя как зовут? Говорит, меня зовут Шойгу. Он говорит, вот это будет твоя фамилия, а Кожугет будет твоим имя. Поэтому правильная фамилия Кожугет. Погоны младшего лейтенанта Шойгу получил на военной кафедре вуза. А вот званием генерала его наградил еще Ельцин. В далеком 1993 году спасатели МЧС, вооруженные до зубов, обороняли мэрию Москвы. Чем и заслужили ельцинскую лояльность. Последние 10 лет Шойгу – министр обороны Российской Федерации. Когда 10 лет назад Путин взял курс на переоснащение армии и флота, именно Сергей Шойгу руководил денежными потоками и публично отчитывался об успехах. Таким образом, в 2021 году оснащенность русской армии и флота современным вооружением якобы повысилась до 71%, а стратегических ядерных сил – до 89%. Но эти цифры оказались полной фикцией. Вторая армия мира после начала войны в Украине оказалась армией шаромык без касок и бронежилетов. Мы действительно воеваем с коллективным Западом. Плюс НАТО. Можно наоборот – НАТО плюс коллективный Запад. В итоге рейтинг Шойгу стремительно скатился вниз. Причем основная атака против Шойгу и Минобороны России в целом пошла от ФСБ, блогеров, комбатантов и военных корреспондентов. Шойгу обвиняли не только в провалах в командовании войскам при наступлении, но и в коррупции. Деньги, выделенные на обеспечение армии, оказались разворованы. Непросто. В имене очень непросто. Осенью этого года дошло до смешного. В сторону Шойгу начали звучать призывы застрелиться. Вот, например, прямая речь коллаборанта замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Да, действительно, многие говорят, что на месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы, как офицер, застрелиться. Как закончится жизненный путь Шойгу, предатель Стремоусов уже не увидит. Он погиб. Не в бою, в обычном ДТП. Вопросом сохранения собственной жизни озабочен сейчас и сам министр обороны. Шойгу уже не до военных переворотов. Выжить бы. В сентябре 2022 года у Шойгу появился новый зам, отвечающий за обеспечение армии. Михаил Мизинцев. Он молодой, только исполнилось 60. Родился в Вологодской области. Учился в Киевском высшем командном училище. Спустя годы после начала военной операции в Сирии руководил возвращением беженцев на территорию Сирийской республики. Особой славы у Мизинцева не было, пока не началось полномасштабное наступление России на Украину. А в марте 2022 не началась осада Мариуполя. Именно генерал Михаил Мизинцев лично руководил бомбежками и обстрелами Мариуполя. Именно на его совести смерть 20 тысяч мирных жителей Мариуполя. Это по его указу были сброшены авиабомбы на роддом, больницу и драмтеатр, в котором прятались дети. Уверен, что скоро настанет то время, когда мы сможем показать всему миру живых свидетелей этой трагедии. У нас все задокументировано. В марте 2022 Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало аудиозапись, на которой начальник Национального центра управления обороны Российской Федерации, генерал-полковник Мизинцев, угрожает подчиненному. Вот ты посмотри на это чудище, у него даже ни одного знака различия. У него не военная рубашка, у него кофта, кофта сволоченка, подонка высшей степени. Вот он, мразь, стоит вот, насупил глазки, бычьи надул, надул глазки, сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне. Чего он служит-то еще? Чего он служит-то? Почему я должен заниматься вашей мразью, начальник направления? Поднимайтесь. Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? Почему не хромает этот ублюдок еще до сих пор? С марта 2022-го к Мизинцеву прилипло прозвище «Мариупольский мясник». Великобритания официально добавила его в санкционный список. В российской же прессе генерала-садиста называют не иначе, как «любимчик Путина». Будет ли он вести переговоры с Западом? Сомнительно. Сможет ли он войти в сговор с другими генералами и совершить военный переворот? Несомненно. Если ты подонок, то тебя коллектив не воспринимает. Он с тобой не разговаривает, он с тобой не общается, он тебя отвергает. Он с тобой рядом не хочет не только что жить, ходить с тобой рядом не хочет. Кадыров Рамзан Ахматович. Молод. Ему всего 46 лет. Сын первого президента Ичкерии Ахмата Кадырова. Что такое война, Рамзан узнал в 18 лет. Во время Первой Чеченской войны он с отцом, который тогда занимал должность муфтия, был на стороне сепаратистов. Когда в 2000 году Кадыровы, сын и отец, перешли на сторону Путина, Ахмат Кадыров стал президентом Чеченской республики. За его безопасность отвечал его сын Рамзан. Когда Ахмата Кадырова убили, 9 мая 2004 года, руководить регионом стал Рамзан. И вот уже 18 лет он у власти. Как-то он мне сказал такие слова, дайте умереть достойно. Они готовы к этому, но в интересах своего народа. Но надо понимать, что это за люди. После начала наступления на Украину российских войск, в американском Wall Street Journal, ссылаясь на данные разведки, написали. Именно Кадырову Путин поручил захватить правительственное здание в Киеве и убить президента Украины. Но не вышло. Потерпев поражение под Киевом, чеченские наемники уже в середине марта попросились домой передохнуть. К слову, воюют чеченцы не просто так. Получают 300 тысяч рублей в день отправки на фронт и 53 доллара за каждые сутки, прожитые в этом аду. Есть задача, задача, которая должна выполнить бесплатежно. Вот каждая жизнь человека дороже. Долгое время Кадыров скрывал потери своего отряда. И только когда в конце октября под Херсоном бойцы ВСУ накрыли базу противника, любимец Путина признал, 23 чеченца убиты, а еще 58 получили ранения. Сдали свое местонахождение кадыровцы сами. Слишком много селфи делали для соцсетей. Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев, живущий сейчас в Киеве, тогда заявил, Путина убьет Кадыров, чтобы проявить свою лояльность к новой власти. Однако люди, близко знающие Кадырова, говорят, без поддержки Кремля, без 100-тысячного военного контингента на территории Чечни, Кадыров просто исчезнет или его уберут свои же. Амбиции у него есть, но без Путина он абсолютный ноль. Пойдет ли Запад на переговоры с Кадыровым? Очень сомнительно. Евгений Пригожин. Бизнесмен, олигарх, ресторатор, известный под кричкой «повар Путина». Жизнь этого человека со зловещей улыбкой была насыщенной. В 18 лет за кражу его осудили на два года условно. Спустя три года Пригожина опять посадили. На сей раз уже за кражу, разбой и мошенничество. Отсидев 9 лет в тюрьме, Пригожин занялся на воле хот-догами, а потом открывал магазины и рестораны. В последние годы именно Пригожин поставляет еду администрации президента Путина в Государственную Думу и другие госструктуры. Именно на теплоходе-ресторане Пригожина «Нью-Исланд» Путин встречался с Жаком Шираком, Джорджем Бушем-младшим. Здесь же кремлевский диктатор отмечал и свой день рождения в 2003 году. А сейчас принимают активное участие в войне в Украине. Известно, что Пригожин лично приезжает в российские колонии строгого режима и вербует наемников. Обещает осужденным, что будут платить по 100 тысяч рублей в месяц плюс 100 тысяч боевых. В случае смерти обещает 5 миллионов рублей. Недавно в сети появилось много видео из-под Бахмута. Пригожин якобы жаждет встретиться с президентом Украины Зеленским. Сидел в штабе на Первомайке, сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Вот сейчас малки ребята отработают. Если обратить внимание, готовы встретиться в любой момент. Многие аналитики отметили, это Кремль продвигает Пригожина, давит таким образом на Запад и пытается уговорить президента Украины пойти на переговоры с Путиным. Ведь Пригожин еще хуже. Николай Патрушев, секретарь совбеза Российской Федерации, бывший глава ФСБ и серый кардинал, который отвечает за ликвидацию неугодных путинскому режиму. Патрушева называют «ухом Путина». По данным инсайдеров, окончательное решение о нападении на Украину было принято Патрушевым и директором ФСБ Бортниковым в конце лета 2021 года. Четкого плана действий не было. Но убедить Путина начать войну им удалось. Николаю Патрушеву 70. Он почти ровесник главы Кремля и на роль президента России не очень подходит. Зато у него есть сын, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Ему 45, не женат, но шестерых детей имеет. Свою частную жизнь тщательно скрывает, как и элитную недвижимость. В любом случае, если преемником станет Патрушев-младший, присматривать за ним будет Патрушев-старший. А вот пойдет ли Запад на диалог с ними – это вопрос. Причина – многочисленные бредовые высказывания секретаря Совета безопасности России. Так, в свое время Патрушев обвинил США в появлении эпидемии COVID-19. Украину уличил в создании грязной бомбы и в том, что Запад раскручивает глобальную антироссийскую кампанию. Не только все зависит от того, что внутри у нас происходит в странах, многое зависит от того, какие силы воздействуют извне. Меж тем, аналитики и политологи во всем мире активно анализируют военный конфликт России и Украины, дискутируют, когда, чем и с какими последствиями для всего мира он завершится. Так, Герберт Макмастер, бывший советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке, считает, что начиная войну Путин фатально ошибся, считая, что у украинцев нет национальной идентичности и их легко переделать в русских. Путин считал, что Запад в глубоком упадке и не мог представить, что Украине будет оказываться такая международная поддержка. Недооценил Путин и вооруженные силы Украины, которые каждый день войны демонстрируют героизм, смелость и высокий уровень подготовки. Президент Украины также удивил Путина. Не убежал, не струсил, проявил твердую позицию. С Путиным никаких переговоров не будет. Россия уже потерпела в Украине поражение. Путин понимает, что проиграл. Теперь его главная задача – выйти с минимальным ущербом для себя из этой катастрофы, считает российский оппозиционный историк Андрей Зубов. Однако пока разговаривают пушки, ни о каких дипломатических переговорах речь не идет. Самое главное сейчас, чтобы Запад сосредоточил все свои силы на поддержке Украины. Чтобы Россия не победила. Ад уже заждался. Никогда прежде с таким энтузиазмом не обсуждалась одна единственная тема. Когда умрет Путин? В принципе, мир уже готов. Мир ждет. Специалисты по астрологии и оккультным наукам называют точную дату. Весной 2023 года жизненный путь диктатора завершится. Но это уже другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok